ITN Distribution представляет Что там? Выглядит опасно. Идём дальше. Да, брось. Где твой дух авантюризма? Задокументируем. Сделаю пару кадров. Потрясающе! Если в новостях не врут, то до крупнейшей природной катастрофы в истории несколько дней. Поэтому отсюда пора валить. Сейчас. Парочка снимков. Сказали, возможно, на этой неделе. Да, жители Помпеи тоже так говорили. Ну всё, быстрее. Уходим. Связи нет. Вернёмся к машине, там безопаснее. Вернёмся к машине. Чёрт. Что там? Блин! Бежим! Давай, заводи! Ты же говорил, так быстро не начнётся. По всем показателям не должно было. Не заводится. Грэг, давай! Выходи. Выходи, сейчас же! Не открывается! Дверь заклинила! Мне не выйти! Мне не выйти! Мне не выбраться! Чёрт. О, нет. Линда! Нет! Линда! 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 Грозовой шторм Грозу, разразившуюся вечером, описывают как шторм. Доктор Беккер из лаборатории исследования ураганов предупреждает, что подобные штормы учащаются в связи с глобальным потеплением. Хотя научное сообщество оспаривает выводы, сделанные им на основе наблюдения за штормами в Исландии. В ближайшие дни прогнозируют больше гроз. Вчерашняя непогода удивила даже синоптиков. Два человека стали жертвами молний. Доктор Беккер предупреждает, что грозовые штормы могут нести угрозу для жизни. Возьми трубку. Простите. Боже, как вы подкрались. Не хотел пугать. Из-за этого шторма я стала такой нервной. Да еще и машина сломалась, а я никак не могу дозвониться до мужа. Я могу взглянуть. Не стоит беспокойства, я живу в десяти минутах отсюда. Подожду, пока мой муж приедет и спасет меня. Что тут такое? А, вот оно. Эй, я могу вас подвезти. Что скажете? Думаю, не стоит спасибо за предложение, но нет. Всего десять минут. Мне не сложно. Но я лучше подожду мужа. Попробую еще раз ему позвонить. Спасибо. Точно? Да. Ну ладно, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, детка, вдыхай, дыши глубже. ДимаTorzok. 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 Тебе понравилось? Да, спасибо. Может, и еще раз сходим? Да, это было весело. Хотя я не люблю такие приключения. Вместо того, чтобы тренироваться в зале, лучше покорить Эверест. Прекрати. Только на озеро Ротрак пока не пойдем. Там одного парня молнией убило. Я об этом читала? Кошмар. Шон, это ужасно. А ваша с сестрой приглашение в силе? Да. Я позвала Салли и Донала. А Майк и Чарли не придут. Чарли идиот. Невелика потеря. Родители планировали уехать в середине дня. Я тебе напишу. Мы с Поли за алкоголем. Что брать? Что-нибудь легкое. Для девочек? Шон, мы в 21 веке. Нельзя так говорить. Козел. Так что брать-то? Не знаю. Коктейли. Может, джинс, тоник. То есть для девочек. Ты мне нравишься, но я тебе яйца отрежу. Слушай, я хочу тебя. Нет. Нет. Только не в машине. И думать забудь. Я так завелся. Мои родители в 30 метрах. Да. Момент неподходящий. Да. Спасибо. За что? За твое терпение. Не, все нормально. Поеду домой под ледяной душ и порядок. Я тебе не надоела? Слушай, чтобы Поля не болтал, я не бабник. Ясно. Я не хочу все испортить спешкой. Тебе пора домой. Да. Ну, увидимся завтра. Как на школьной дискотеке. Да. Пока. Доброй ночи. Дочка. Дочка. Папа, что это было? Ну, в новостях обещали, что будут грозы. Рекомендовали не выходить на улицу. Раздувают панику. Кто был в машине? Это что, допрос? Нет. Это родительское расследование. Так кто? Просто друг. И все. А... А как учеба? Хорошо. Все нормально. Слушай, пока мы с мамой будем в отъезде, не устраивайте гулянок. А вы с мамой разве не на гулянку едете? Ну, у нас в этих делах опыта побольше. И это наш дом. Я не хочу застать здесь бардак. Ладно. Что читаешь? Это статья про вчерашний удар молнии. Говорят, что молнии бьют все чаще и становятся опаснее. Тут какой-то кретин пишет, что эти молнии притягивает наше внутреннее электричество. Может, вам лучше не ехать, если опасно. Оставайтесь. Милая, мама устроит скандал, если мы не поедем. Мы давно планировали поездку. На дорогах безопасно. Ехать всего два часа. Да. Но вдруг вы поедете, а шоссе перекроют. И вы не сможете вовремя вернуться. Мама с удовольствием застрянет на курорте. Да. Хорошей дороги. О, Манчестер проиграл. Пап, ты слышал про интернет? Мог бы вчера посмотреть. Тебе не пора спать? Который час? Полодиннадцатого. Полодиннадцатого? Мне уже не двенадцать лет. Серьезно. Иди наверх. Люблю тебя. И я тебя. Пока. Доброй ночи. Мама! 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 Ну вот, я смотрю, ты уже успокоилась. Пойми, что никто за тобой не придёт. Теперь это твоя жизнь. В новостях о тебе уже не говорят. Они обсуждают только молнии. Рекомендуют не выходить из дома. А тебе ни слова. Согласись, я ловко сработал. Ты выпила всё молоко. Можно мне твой йогурт? Попроси. Вот ты стерва. Ну ладно, но будешь должна. Куплю тебе шикарный йогурт с крошками пищевого золота. Согласна. Кислятина. Он просроченный. Поэтому я ем хлопья. Боже мой, скотина. Ну что, готовы к вечеру? Да. Хорошо. Ребята точно придут? А Салли с парнем будут? Да. А что насчёт? Порядок. Поля и Шон всё возьмут. Ладно. Только пусть не берут дешёвый сидр, как в колледже. Я просила джин с тоником. Естественно. Вот отлично. Что вы обсуждаете и сколько это стоит? Ничего, мама. Я знаю вас как облупленных. Что задумали? Просто кино посмотрим. Салли зайдёт в гости. Какое кино? Фильм-катастрофа про огненный торнадо. Мы в вашем возрасте напивались и смотрели дурацкие ужастики про куклу-убийцу. А потом всю ночь не могли заснуть. Кукла-убийца – это так старомодно. Кто выпил всё молоко? Папа. Тогда выпью чаю. Пока у нас нет никаких парней, вечеринок и выпивки. Можете взять по баночке пива из холодильника. Ладно, спасибо, мам. Она не заметила, что мы выросли? Не говори ей, а то заставят платить аренду. Всем привет. Прошу, скажите, что мама уже готова. Нет. Нам пора ехать. Хочу успеть до этой чёртовой грозы. Ну, а у вас какие планы? Посмотрим кино с Салли. Вот, купите себе что-нибудь выпить, леди. Развлекайтесь. Я всё. Пока. Пока. Купим ещё пару бутылок. Он застрял в 80-х, когда за пять штук можно было купить дом. Дай сюда. Эй, ты чего? Не надо было красть молоко. Так, мама с папой уедут через пару часов. Надо готовиться к приезду мальчиков. Эй, что такое? Ничего. Просто мы с Шоном… Послушай, ты не обязана. Да? Не нужно сегодня. Просто вспомнила, что так же было с моим бывшим. Я не хочу, чтобы он меня бросил. Знаешь, если бросит, то он тебя не достоин, ясно? Он подождёт. Ну да. И потом он может сам о себе позаботиться. Душить цыплёнка сколько влезет. Это мерзко. Хватит. Так и есть. Опоздали. Кажется, дождь собирается. Обещали жуткие грозы. Переночуем у Мэг. Подождём. Приедет второй автобус. Когда? Через час. Ладно. Давай для разгона. Обещай мне. Что? Никаких пьяных танцев. Когда это я танцевал? На свадьбе с сестры. На выпускном. На всех вечеринках в колледже. Ладно, не спорю. Ты права. Никогда не любила грозы. Боже, дорогая. Ты отключила воду перед тем, как снимать раковину? Очень смешно. Мог бы помочь. Не бойтесь, девочки. Мы вернёмся. Хотя ваша мама собралась как в эмиграцию. Ипотеку вы закрыли. Мы справимся. Ты слышала, Ди? И это наша малышка. Я не ребёнок. Для меня ты всегда маленькая. Да. Если что-нибудь понадобится, у меня есть это. Моя пятая конечность. Звоните в любое время, хорошо? Ладно. Пока. Пока, мама. Пока. Люблю тебя. Пока, папа. Пока. Удачи. Пока. Поедем, пока дождя нет. Пока. Пока. Порядок. Что ж, давай по пиву и начнём готовиться. Салли и Донал опоздают. Пропустили автобус. Время вечеринки. Время вечеринки. Пока,sim은. Салли и Донал. Пропустили автобус. Рeluем потчете. Пропустили? Попрут. Ну а потом. Время Argentины. 被 toch дайды. По ад. Субтитры создавал DimaTorzok Прости мне мои грехи. Черт. Проснись, красавица. Проснись. Хорошо спалось. На помощь! Помогите! Заткнись! Еще хоть звук, и ты поплатишься! Сейчас, подожди. Я все вытру. Будь уверена. Будешь умницей? Пожалуйста, отпусти меня. Я никому не скажу, обещаю. Еще несколько дней, и я тебя освобожу. Зачем ты это делаешь? Потому что могу. Прошу. Кто меня остановит? Пожалуйста, отпусти, умоляю. Молодец. Так ты лучше. Я тебе кое-что покажу. Кое-что особенное. Только для тебя. Кто эти девушки? Как ты так можешь? Это просто своего рода терапия. Чтобы сделать такое, нужно терпение. Каждый разрез должен быть на своем месте. Ты просто маньяк. Ты просто маньяк. Ты маньяк. Только для тебя. Каждый разрез крайне oxygenate. Каждый разрез иmadзина. Она 이건 Привет, девчонки. Приветики. Красавчик. Вы не спешили. Кружили, ждали зелёный свет. Смотри, что есть. Салли и Доналл задержатся. Опоздали на автобус. Мы же не ради них сюда приехали. Ну, как тебе? Пойдёт? Да, спасибо. Так. Спасибо. Выпьем за отличные выходные. За городом. Выпьем. А когда Доналл и Салли точно приедут? Я даже не знаю. Меня телефон почему-то не ловит. Не дозвонится. Вы так далеко припарковались. Так проще выходить. Шон не умеет парковаться. Он сбивает всё на своём пути. Машины, велики, людей, детишек. Смейся, смейся. Домой пешком пойдёшь. Не повезёт детишкам. Так. Я предложу нормальный тост. За любовь и веселье. И за Мэг. Серьёзно. Ты младше нас, но ты самая собранная. Ну что ж. За Мэг. Да. У вас есть джакузи? Да. А что? Не хочешь окунуться? Ладно. Идём. Связи нет. Потому что мы забрались в самый глушь. Может, из-за грозы сигнал не проходит. Господи. Посмотри, тучи так близко. Это не опасно? Как громыхнуло. Мне страшно. Не о чем беспокоиться. С ума сошёл! Что? Бежим! 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 Стой! Что? Я должен тебе сказать. Дуну! Когда у них заезд? Как только мы доедем. Жду не дождусь. Я тоже. Кстати... Что? Ты взяла массажное масло. Берни, что за грязные мысли? Что такого? Да, положила в кухонную раковину, дурачок. Мне неспокойно. Гроза такая сильная и приближается. Мы в безопасности. В современных машинах есть громоотвод. Громоотвод? Тебе это в салоне сказали? Нет. По телевизору показывали. Ты это видел? Только бы дождь не усилился. Дворники плохо работают. Я говорила тебе заменить. Я разберусь. Кстати, как тебе беседка в нашем саду? Какая беседка? Которую мы хотели построить пять лет назад. Кажется, тогда ты тоже сказал. Я разберусь. Любишь ты меня подначивать. За 25 лет не надоело. Эй, ты уверена? Ну да. Да. Отлично выглядишь. Спасибо. Эй! Как ты? Нормально. Я волнуюсь за Дону и Салли. Где они? Куда пропали? А может, родители их не отпустили? Сейчас не рекомендуют выходить на улицу из-за этих гроз. Надеюсь, они дома. Не попали под дождь. Вот чёрт. Совсем близко. Надо проверить прогноз погоды. Я сейчас. Думаю, лучше пойти в дом. Вылезайте. Расслабься. Здесь так хорошо. Да, успокойся. Всё обойдётся. А вдруг Дону и Салли на улице? И в них ударит молния. Поли, не смешно. Попробуем позвонить. Не ловит. Попробуем позвонить. Она волнуется за друзей, и всё. Она слишком серьёзно всё воспринимает. Ну и что? Не придирайся к ней. Чёрт. Чёрт, Мэг. Поли, не смешно. Вообще-то смешно. Вовсе нет. Нет. Как ты? Как там мама с папой? Брось. Всё будет хорошо. Не глупи. Эй, давай без истерик. Это моя работа. Ладно? Всё? Да. Ну вот. Может, где-нибудь спрятаться? Где? Ничего. Через час приедем. Дождь такой сильный. А говорили, на дорогах безопасно. Ну, вообще-то никто такого не говорил. Рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости. Особенно на востоке. Может, нам развернуться? Милая, дождь будет идти до ночи. Потом перестанет. Следи за дорогой, милый. Не отвлекайся. Чёрт! Быстрее, Берни! Чёрт! Шину пробило! Сворачивай, сворачивай! Сворачивай! Надо идти. Ты видела, что там, Боже всемогущий? Мы приезжаем в поле Райли. По ту сторону должны быть дома. Ну, ладно. Ничего себе. Смотри. Поле – это открытое пространство. Там опасно. Лучше, чем стоять под деревом или сидеть в жестяной коробке. Давай посидим в машине. Нет, идём. Осторожнее. Осторожнее. Что это? Господи, Боже. Машина. Нельзя было выходить из дома. О, Господи, сигнала нет. До девочек не дозвониться. Связи нет. Спокойно. Вон там дом. Попросим у хозяев позвонить. Ну, всё, тише. Тише, милая. Успокойся. Всё будет хорошо. Слышишь? Да. Всё будет хорошо. Да. Ладно. Так. Ты в этом лучше разбираешься. Посмотри, где мы. Я оставил очки в машине. Ладно. Так. Ничего. Карта есть. Туда. Идём, Берни. Берни, быстрее. Нет. Нет. Дед! Кажется, гроза уже стихает. Наверное, туча прошла. Что там, радио? Ничего не изменилось. Давайте вернёмся в джакузи. Я всё ещё вижу тучу. И молнии внутри сверкают. Как там мама и папа? Телефон всё равно не ловит. Мы ничего не знаем. Хватит истерить, ладно? Эй, Мэг, всё хорошо. Что будем делать? Давайте мы вернёмся в джакузи и расслабимся. Мы собрались повеселиться. Чего рассиживаться? Эй! Эй! Есть кто? Хватит волноваться. Ладно. Всё хорошо, я рядом. Да, спасибо. Прости, что не могу дать тебе то, что нужно. Я просто хочу подождать. Понимаю. Мы никуда не спешим. Ты мне очень нравишься. Что-то прорезалось. По словам экспертов, грозовой шторм побил антирекорд. Уничтожено несколько домов. Старые здания и непрочные фермерские постройки оказались под наибольшей угрозой разрушения. Один дом в Мелсонвилле сгорел дотла в результате пожара, спровоцированного ударом молнии. Телефон. Это мама. Мама! Мама! Мэг! Я жива. Порядок. Я... 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 На ферме Виндмилл на юго-востоке. Что ты там делаешь? Случилась авария на дороге. Мам. Мам. Все в порядке? Все хорошо, да. Ничего. Просто испугалась. Ладно, я позже перезвоню. У вас все хорошо? Да, хорошо. Я сейчас приеду. Нет. Это опасно. Нет. Я сейчас заберу вас с папой. Хорошо? Пришли адрес. Не надо. Мэг. Хоть раз в жизни послушай меня. Ладно. Сейчас небезопасно выезжать на дорогу. Поняла? Я перезвоню чуть позже. Люблю тебя. Я тебя тоже. Помоги мне найти маму с папой. Хорошо, да. Они попали в аварию. Надо ехать. Да. Едем сейчас же. Карин! 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 Что? Послушай меня. Что опять? Мама с папой попали в аварию. Что? Все хорошо. Все целы. Но ты должна ждать здесь. А я поеду, заберу их. Ладно? Жди нас здесь. Да, хорошо. Черт. Вот дела. Ну вот. Сказала. Подгони машину и поедем. Смотри. Здесь небезопасно. Я сейчас. Пойду к ней. Зачем? Пусть едут. Весь дом в нашем распоряжении. Нет, проверю, как она. Твоя сестра истеричка. Забей. Не называй ее так. Она заводится по пустякам. Она столько пережила, ты и половины не знаешь. Да что она могла пережить? Слушай. Поли, вылезай. Подумаешь, молния. Поли, это серьезно. Поли, вылезай. Поли, вылезай из джакузи. Твоя сестра. Ф provided. Л Эй! Есть кто? Поли! Поли, он погиб! Погиб! Тише, тише, посмотри на меня, посмотри на меня. Все хорошо. Тише, все, ты должна успокоиться. Тише, тише, смотри на меня. Успокойся, спокойно, все. Все будет хорошо. Надо составить план. Мы что-нибудь придумаем. Все хорошо. Уходим. Бежим, бежим, бежим! Господи! Дом сейчас развалится. Так, уходим. Да, да. Надо уходить. Идем. Быстрее, быстрее. Стойте. Я заметила, обычно перед ударом молнии кое-что происходит. Какой-то странный свет за тучами. Как будто там копится энергия. Это предупреждение. Надо ехать. Есть время до удара. Смотрите, там просвет между тучами. Значит, едем туда? Заберем ваших родителей, а потом свалим нахрен из запасной зоны. Да. Едем, едем. Он умер! Срочно бегите в дом! Салли! Салли, сюда! Беги к машине! Бегом! Там опасно! Салли, беги сюда! Отойди от дома! Нет! Салли! Едем, едем! Господи! Пока. Получилось? Нет, связи нет. Мы должны позвонить в полицию. Но не ловят. Господи, Салли! Как же так, Мэг? А Полли, он... Он точно погиб? Позвони его родителям. Звони в полицию, а потом его родителям. Они должны знать. Хорошо. Надо им сказать. Ладно. Я поведу, если хочешь. Нет, нет, не надо. Все нормально. Ничего. Мы въезжаем прямо в грозу. Я знаю, но мы должны забрать моих родителей. Сосредоточься на этом. Думаю, гроза имели их в десяти отсюда. Давайте скорее их заберем и уедем подальше отсюда. Ладно? Да? Я слышал на прошлой неделе, что молнии вырубают электронику. На близком расстоянии от них идет электромагнитный импульс. Я тогда не поверил. Помогите. Повезите меня отсюда. Прошу. Божественное провидение. Как бы иначе вы здесь оказались? Прошу. Не надо. Вы меня до смерти растрогали. Уберите нож. Осторожность не помешает. Ко мне сегодня уже вломились. Неправда. Ты врешь. Шторм. Нам нужно бежать отсюда. Какова вероятность удара молнии? От этого погиб мой муж. Об этом можете больше не волноваться. Что? Почему? В доме посторонний. Это самооборона. Скорее, беги отсюда. Беги отсюда. Как она сбежала? Я тебя по запаху лучую. Ну что за день? Беги отсюда. Продолжение следует... 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 Шон, это был божий промисел... Нет, я должен был его вытащить! Я должен был... Поли мёртв! Дальше ехать небезопасно... Нам лучше... Пойти пешком через поле... Ладно... Ладно... Теперь... Продолжение следует... Продолжение следует... Ахахахаха! О-о-о! Ахахаха! Чёрт! Увы, гроза приближается. Это не буйство стихии. Это проявление высшей силы. Всё пропало, красавица. Теперь всё кончено. И вот ты, наконец, свободна! Пусть так будет с каждым. Это человек. Что там? Нет, Мэг, не подходи, ладно? Стой там, хорошо? Что там? Он умер. Нет. Мама. 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 Нет, папа. Мама. Нет. Детка. Я должна найти маму. Должна найти маму. Они были на какой-то ферме. Наверное, ушли. Она на улице, на улице. Надо её найти. Она тебе не сказала, потому и голос был странный. Поищем дом. Вдруг она там. Да, хорошо. Мэг! Мэг! Шон! Где же вы? Тебе это срок не сойдёт. Боже милосердный. Скажи это им. Боже милосердный. Мэг! 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 Боже мэг! Ты цела? Где Шон? Где Шон? Где Шон? Шон! Он погиб. Шон! 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 Нет, нет, нет. Нет. Я не могу в это поверить. Я больше не могу в это поверить. Я больше не могу. Не могу. Ничего, тише. Я так больше не могу. Не могу. не могу. Не могу. Не могу. Мэг. 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 Что? Пойдем. Надо найти дом. Мы должны найти маму. Ладно. Вставай. Надо идти. Идем к маме. Ты нужна мне. Ты должна быть сильной, хорошо? Ты будешь со мной, ладно? Да. Ладно, пойдём. Да. Вставай, вот так. Смотри, про этот дом говорила мама. Да. Пойдём за мамой. Да. Да, идём. Всё хорошо? Нет. Эй, нам нужна помощь. Стой, никого нет. Никого. Надо попасть внутрь. Нельзя. Она умерла без покаяния. Нельзя. Нужно где-то укрыться, промыть тебе рану. Ладно, проверь другую дверь. Хорошо, сейчас. Стой, там машина. Ну и ладно. Если там кто-то есть, мы всё ему объясним. Ладно, ладно. Ладно. Давай, идём. Эй. Кто-нибудь. Ммм. 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 Что ты ищешь? Чем можно обработать рану? Ммм. Вот так. Извини. Потерпи. И сейчас пройдёт. Помнишь, в детстве, чтобы все ранки проходили быстрее, папа их целовал. А потом я выросла, а он перестал. И болеть стало дольше. Да. Не знаю, как это пережить. Грозу? Нет. После грозы. Я не смогу. Просто, когда всё уляжется, станет ещё тяжелее. Мы осознаем случившееся и... Как мы тогда будем? Вместе. Ладно. Иди ко мне. Ладно, всё. Чёрт. Что-то не так. Вот чёрт. Вот чёрт. Старка. Всё. 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 Эй! Кто здесь? Что там такое? Там кто-то ранен. Это может быть опасно. Что нам делать? Дверь заперта. Думаешь, зайти? Думаю, стоит. Боже, Карин! Что? Зачем? Мало ли что там. Да? Ну ладно, давай. Надо открыть. Все, идем. Давай же. Боже! Мама, что с тобой? Помогите, не стойте! Господи! Мама! Помогите! Мама, как ты? Уходим. Уходим как можно скорее. Ладно. Хозяин дома просто сумасшедший. Он похитил меня. Если он вас увидит, то убьет. Давно он ушел? Понятия не имею. Он вышел на улицу. Не знаю, где он. Ладно. Быстрее! Столько людей погибло. Раз он на улице, может его убьет? Надеюсь. Хоть бы этот ублюдок сдох. Надо это снять. Быстрее! Подождите. Я сейчас. Сейчас. Что случилось? До меня здесь была еще одна женщина. поума. pie através а двигатель в дошл Он сказал, что я должна ее заменить. Он схватил меня сзади, приложил что-то к лицу, вырубил. Я очнулась, связанная в этой комнате. Слава Богу, вы пришли. Боже. Все хорошо. Да. Хорошо. А потом он... Я видела фото. Ужасные снимки. Кого? Других девушек, похищенных. Я узнала некоторых из объявлений о пропаже. А ваш отец... Мы нашли тело. Надо было сказать. Прости меня, Мэг. Ничего. Я хотела вас защитить. С твоим отцом все случилось так неожиданно. Он здесь. Быстрее. Спасибо. Уходим быстро. Тише, тише, мама. Чёрт. Что? Я забыла внизу телефон. Что ты делаешь? Я с ним разберусь. Он про вас не знает. Бегите, прячьтесь. Нет, пойдём вместе. Сначала избавимся от него, ладно? Да. Он нет. Он здесь. Что делать? Скорее прячьтесь. Скорее прячьтесь. Бегите. 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 Стой, мы её не бросим. Не бросим. Чёрт. Без мамы я не уйду. Надо её спасти. Поищем что-нибудь для самозащиты. Ладно? Мэг. Мэг. Что? Смотри. Гроза приближается. Вот чёрт. Что делать? Хочешь поиграть? Нет. С вами так быстро не будет. Я с каждой из вас позабавлюсь. Чёрт. Чёрт. Бежим. Сюда. Не ждал гостей. Не прибирал. Ваша дерзость меня заводит. Отпуст. Все демоны здесь. Сами пришли. Знаете, что я сделаю? Заставлю выбрать, кто умрёт первый, а кто будет смотреть. Бог грома снова взывает ко мне. Он хочет новую жертву. Этого мало. Нужно больше крови. Скорее, скорее. Назад. Ну, нет. Нет. Дай сюда. Вот. Горячая. Мне нравится. Не рыбайся, детка. У нас будет очень жаркая ночь. Ай! 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 Продолжение следует... 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 О, ангелочек. Ты чувствуешь энергию? Сумасшедший. Сам знаешь. Сумасшедшие не понимают, что делают. Я абсолютно здоров. И делаю то, что наполняет меня жизнью. Тогда ты психопат. Лети навстречу ветру. Что? Что? Расхрабрилась, деточка. Хватит ли смелости встретиться с Создателем? Я тебя отправлю. Или он заберет. Ты мне надоела. Пора умирать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надо вывести маму из дома. Быстрее. Дом сейчас рухнет. Мама, мама, бежим. Вот так. Уходим скорее. Надо уходить. Уходим отсюда. Живо. Идём. Сюда. Идём. Боже мой. Скорее вниз. Скорее. Идём. Вот и всё. Мы справились. Идём. Идём. Давай. Быстрее. Идём. Через три месяца. Привет. Привет. Держишься? Да. Отец бы тобой гордился. Ты так смело себя вела, спасла меня. Я очень тебе благодарна. Мэг! Иди. Помоги сестре. Ладно. Люблю тебя. И я тебя. Что делаешь? Вот смотри, я решила покрасить потолок в папином кабинете. Давно пора. Но что выбрать, эмаль или краску? Не знаю. Вай-фай не ловит. Не посмотреть. Странно. Вышку восстановили. Связь была. Теперь снова нет. Может, контакт где-то отходит. Попробуй почитать этикетку. Это помогает. Ну да. Первым делом прочла. Наверное, эмаль лучше. Да? Да. Ведь краска блестит. Хочешь блестящий потолок? Блестящий. Подожди, сейчас помогу. Да, хорошо. Пожалуй, выберу это. Ученые продолжают изучать феномен грозовых штормов, произошедших три месяца назад. Доктор Беккер выступил на саммите с теорией электрической обусловленности разряда молний. На самом севере Исландии, в малонаселенных районах, штормы происходят все чаще. Результаты исследований доказывают, что конкретные виды молний притягиваются к электромагнитному полю млекопитающих. При любой грозе молнии бьют в случайные места. Но в последнее время можно проследить определенные тенденции удара молний. Спутниковые тарелки, линии электропередач и, как оказалось, млекопитающие. Это привело к участившимся случаям гибели людей. В прошлый раз доктор Беккер не ошибся в прогнозах. Грозы были неожиданно сильными, что удивило даже метеорологов. Насчет грозы, ожидающейся сегодня в восточной части Англии, доктор Беккер придерживается того же мнения. Мы будем держать вас... ...желтый уровень погодной опасности. К другим новостям. Премьер-министр отвергает все обвинения в связях с мафией. Опять. В фильме снимались Мэй Келли, Мария Тейлор, Элиот Изен, Джиллиан Бродерик, Крис Корделл, Ричард Ковакс и другие. Продюсеры Скотт Джеффри и Рис Уотерфилд. Режиссер Дэвид Грегори. Оператор Джеймс Морган. Авторы сценария Скотт Джеффри и Том Джолиффи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова